Йо, всем привет! Всем зрителям Крем-феста, доброе утро! Меня зовут Илья Тихликиди, он же Лабора, и сегодня я хочу вам рассказать о том, почему я считаю рэп своим лайфстайлом, своим образом жизни и своим источником креативного счастья. В общем, это чистый эксперимент, я заморочился и захотел сделать сегодняшнее мое мини-выступление, мини-спич максимально интерактивным и многоформатным. У меня здесь три камеры. Привет, привет, привет! Я бы хотел, чтобы вам было интересно досмотреть это видео до конца. Я поделюсь своими лайфхаками, своими какими-то мыслями по поводу темы моего выступления. Думаю, вам будет интересно. Не буду долго запрягать, погнали. Здесь у меня есть вот такая заметка, с которой я буду начинать и продолжать свой спич. Это такая моя шпаргалка. Буду постепенно ее открывать, сизирить. В общем, тема рэп как лайфстайл, источник креативного счастья. Давайте я расскажу, что я имею ввиду. Ну окей, начнем с того, кто я и и как я себя в целом проявляю в этом мире, через какие средства, через какие проекты и направления, чтобы вы поняли в целом, почему я замахнулся на такую тему. Вот. Меня зовут, как я сказал, Илья. У меня есть несколько музыкальных проектов. Первый мой музыкальный проект это Лабора. Это мой самый старый проект, самый давний. Первый. Я занимаюсь рэпом уже 21 год. И все началось с кассеты Децла. Я помню, когда еще маленьким ребенком я заполучил эту кассету, его первый альбом. Прямо помню этот день. Помню, как лежал в зале у своей бабушки на диване. У меня был кассетный плеер. Не знаю, юзали ли вы когда-нибудь кассетный плеер, но это было главное средство получения крутой музыки и информации в свое время. Вот. И я слушал этот альбом на репите, в наушниках, и был невероятно счастлив. Все потому, что мне дико понравилась форма рэпа и вообще как бы меня зацепил этот жанр, потому что, с одной стороны, в нем огромное значение имеет слово, посыл. Мне всегда нравилось с самого детства писать стихи, что-то говорить, декламировать. Я любил как бы весь этот вербальный мир с его миллионами слов. Вот. С другой стороны, там была музыка, и эта музыка цеплял. С самого детства я слушал очень много разной музыки. Шадем, Митроль, Земфира. Моя мама большой меломан, и она меня с самого детства, с раннего, с ранних лет подсаживала на клевую музыку. Вот. И мне понравилось, что в рэпе эта штука сочетается. Ты можешь очень много сказать словом. При этом есть музыкальная сторона песни, и там есть очень цепляющие, классные лупы, сэмплы, которые тебя просто вот гипнотизируют, и ты не можешь не слушать этот трек. Ну, если мы говорим о крутом треке, да, о крутом рэп-треке, очень важно, чтобы у тебя был цепляющий сэмпл, цепляющая мелодия, которая будет слушателя просто заставлять слушать и слушать этот трек. Вот. В общем, у меня есть музыкальный проект Лабора. Много чего я делаю в рамках этого проекта. Сейчас он позиционируется, я себя позиционирую следующими словами. Говорю об окружающей среде и том, как ввести гармонию в потребление. Последний год я работаю с Greenpeace, с ВВФ, с организациями, которые занимаются проблемами экологии. Об этом чуть скажу позже, но в рамках своего творчества, музыкального проекта Лабора, я в том числе поднимаю эту тему. Вот один из последних кейсов, это ролик, это ролик, это клип птички, который мы сделали при поддержке ВВФ. Это мой трек, который вышел в рамках их природоохранного проекта, о защите подневосточных аистов и все деньги с прослушивания и скачивания этого трека, размещенного на всех стримингах официально, они все улетают в ВВФ России. Мы сделали вот такой классный клип с очень крутой продакшен командой XY с моими друзьями из Ярославля. Это такой целый мини-фильм, посмотрите, я думаю, вам понравится. Вот. Также мы сделали специальную интерактивную маску для Инстаграма в рамках этого проекта. Она выглядит вот так вот. О, это моя студия. Это видео о проекте. Тоже можете посмотреть, не буду долго о нем говорить. Но вот есть еще маска интерактивная, которую мы тоже сделали с классной командой ребят. Флюз 28. Они делают такой вот цифровой интерактивный контент. Эта маска размещена в Инстаграм-аккаунте Greenpeace. Это птички, которые появляются на том лице, и когда открываешь рот, ты слышишь сэмплы из нашего трека и видишь, как птички начинают петь на твоем лице. Прикольная история, прикольный кейс, который классно зашел в Инстаграме. Тысячи людей померили маску, поделились этим креативом. Это яркий пример того, как я в рамках своего музыкального проекта коллаборирую с разными креаторами, брендами, организациями, музыкантами в первую очередь, еще дизайнерами, аниматорами и всеми-всеми-всеми людьми, которые разделяют мои ценности и которые мне интересны, а я интересен им. То есть это такой коллаборационный проект во многом, лабора. Есть еще у меня несколько проектов. Ну, в первую очередь, есть лейбл. Он называется HHD. Этот лейбл я основал в 2015 году. Это цифровой виртуальный лейбл, выпускающий не шаблонный хип-хоп и умную электронику. Эти два жанра мне очень интересны. И в том числе у меня, помимо проекта Лабора, есть еще проект Ларо. Это такой экспериментальный музон, смесь хип-хопа, электроники на стыке жанров. Там появляется трип-хоп, эмбиент и, в общем, все, что мне очень нравится. Здесь есть тоже видосы. Три клипа вышло, вышло два EP, один сингл. Вы можете их посмотреть все. И оставить свое мнение. Вот, в качестве затравки тизера вы можете посмотреть. Вот такой футуристичный киберпанк-видос. В общем, есть что исследовать. Есть еще третий проект, который называется LEGO Ghost. Это мой электронный проект. Я его создал, когда прошел школу Антона Маскеллиада. Это музыкальная школа. Я был там на курсе и учился писать электронную музыку несколько лет назад. Научился писать, но есть, конечно, куда расти. Это бесконечный процесс. И этот проект LEGO Ghost, это как раз-таки история про... Это история про электронику. Причем я заморачиваюсь, пишу ее на iPad, пишу ее на ноутбуке, пишу ее в перелетах по миру. Например, вот этот релиз, концептуальный LEGO Ghost Air Mode, он появился, когда я в течение пяти лет летал по миру, по разным странам. Делал диктофонные записи. И записывал буквально на iPad весь музон, летя от одной стороны в другую. Вот. Это моя музыкальная сторона жизни. Есть еще история про креативное продюсирование. Я креативный продюсер. У меня есть кейсы и 8-9 уже лет работы с брендами, медиа-организациями. Я помогаю им с креативом, помогаю им с реализацией проектов, имиджевых, рекламных проектов, диджитовым, оффлайн и на телеке. Вот. На телеке, на телеканале дождь. С федеральными не работал и не планировал. Вот. В общем, это такая вторая сторона жизни. И я, конечно же, свои скиллы в креативном продюсировании, я их переношу на скиллы по созданию музыки, в частности, по созданию рэпа. Я отношусь к рэпу как к своему проекту, возможно, к ключевому. Ну и в рамках этого проекта я выпускаю мини-проекты, синглы, клипы, альбомы. У меня есть дедлайны, у меня есть команды, с которыми я делаю весь креатив, который предполагается в рамках проекта. В общем, это такая бесконечная работа, но это работа в огромное удовольствие. И я рассказал уже второй пункт моей заметки, говорит о том, как я впервые услышал русский рэп, как творчество... Как я услышал русский рэп, да, и мне хочется сказать еще о том, что рэп для меня в первую очередь это творческое хобби. Я не ставлю во главу угла деньги или желание, во что-то не стало заработать или хайпануть на теме. Рэп для меня это чистый источник креатива, это тот проект, где главный свой заказчик это я сам. Я, конечно же, думаю об аудитории, думаю о том, как ей подать мой рэп максимально интересно, максимально захватывающе. Но в первую очередь я ориентируюсь на собственные ощущения, на собственные эмоции. И, возможно, поэтому мой путь в рэпе очень долгий. Я занимаюсь, как я вам сказал, уже более 20 лет. Первый мой номерной альбом вышел в 2011 году. У меня достаточно обширная дискография. И при этом я не являюсь топовым артистом или артистом на слуху, который есть всегда в чартах. Именно потому, что в первую очередь мне не супер принципиально делать то, как модно, и то, что сейчас заходит в массовую историю. Мне интересно делать в своем ключе, и в этом мой подход. При этом я стараюсь максимально всегда экспериментировать и каждый раз к новому релизу подходить по-новому. А самое главное, к каждому релизу это определенная концепция. Я концептуальный артист, мне нравится, чтобы каждый трек, каждый релиз был не просто какой-то абстрактной зарисовки, а в нем был еще какой-то четкий месседж. Например, вчера мы отправили на стриминге релиз мой первый ЭКРЭП альбом, который называется «Земля прием». В нем будет 4 трека. Первый должен выйти 5 марта, даже до весны, как сингл. А остальные 3, и как бы весь релиз полностью откроется к прослушиванию на всех стримингах 12 марта. В записи поучаствовали крутые музыканты, один из крутейших электронщиков страны, Леша Пикселорд, мой хороший друг. Также артист моего лейбла, HHD Optics. И мой земляк из Саратова, Володя Каспий, который делает очень крутую музыку, тоже на стыке жанров. Вот, в общем, я вам советую послушать эту историю, потому что, как бы, такого кейса еще в России не было. Этот релиз полностью посвящен экологии, теме климатического кризиса, загрязнению окружающей среды, деградации флор, фауны и вообще росту перепотребления. Важный кейс, и в рамках него я буду коллаборировать с большим количеством художников, аниматоров, операторов, фотографов и делать такие небольшие проекты, вдохновленные этим альбомом. Двигаемся дальше. Что еще хочу сказать? Кто-то звонит, наверное, курьер. Или кто-то из моих коллабораторов. Но так или иначе, хочу рассказать еще о том, что рэп очень крут, как психотерапия. Это история про то, что когда ты пишешь, когда ты занимаешься музыкой, ты одновременно рефлексируешь очень много, да? Потому что рэп — это всегда история от первого лица, история о твоем взгляде на мир или о тебе самом. И поэтому здесь очень важен вот этот процесс буквально вербализации всех твоих мыслей. Ты бываливаешь на бумагу или в замеску своего гаджета очень много мыслей. И когда ты их озвучиваешь сам себе и аудитории, ты что-то понимаешь. Это сильнейший такой психотерапевтический инструмент, который, когда происходит регулярно, когда ты это делаешь годами, конечно же, он сказывается на тебя. И ты буквально становишься счастливее, ты становишься прекраснее. В этом смысле это такой источник креативного счастья. Вот. С другой стороны, рэп, как любое творчество, это медитация. Ты делаешь музыку, ты делаешь слова, ты записываешься у микрофона, ты продвигаешь свой релиз. И в этот момент ты полностью в процессе. Ты дышишь, ты концентрируешься только на том деле, что ты делаешь. И в этот момент ты находишься здесь сейчас. Я практикую йогу, медитацию. И помимо вот этих техник, у меня есть творчество в разных его видах, в том числе в виде формате рэпа. И в момент, когда я делаю это творчество, я прокачиваю себя с точки зрения осознанности и духовности. И вам советую это делать. Ну и очень важен еще такой немаловажный аспект, как образ рэпера. Я считаю вообще, что рэп состоит, в общем, из трех элементов. Они очень... Ну, они вообще такой краеугольный камень, да, жанра. Первый элемент — это смысл, слова, лирика. Это то, о чем ты говоришь. Второй элемент — это флоу. Это подача твоего текста, подача тебя, твоего голоса. И здесь же, как бы, есть еще и музыка, которая, ну, вообще, как бы, является базой, основой, да. Бит, саунд, то, на что прикладешь этот флоу. И третий элемент — это образ рэпера. Потому что сейчас в этом мире, в мире инстаграма, в мире визуального контента, в мире я-бренда, то есть персональных личных брендов, очень важно правильно себя еще показывать не с точки зрения музыки, да, и музыкального продукта, но и с точки зрения тебя, как артиста-исполнителя. Вот. И когда вот эти все слагаемы на высоком уровне, и они не противоречат друг другу, получается крутейший рэп-артист с классным контентом. Вот. Хочу еще сказать, что рэп — это точно история про смелых и упорных. Ну, во-первых, когда вы подходите к микрофону, вы должны быть точно уверены в том, что вы хотите сказать. Рэп равно уверенность. Так уж повелось. Также вы не должны бояться чужого мнения и того, что вас могут очень сильно захейтить в интернете. Ну, потому что, во-первых, людям многим нравится проявлять свои негативные какие-то вибрации, эмоции, и кого-то троллить, хейтить. И вот это все. Вы сами это прекрасно знаете. Ну, а рэперов потроллить и похейтить сам бог велел, потому что, во-первых, в рэпе огромная конкуренция, рэперов много. Это доступный жанр. Вы можете его делать здесь, сейчас, буквально на телефоне, да, и транслировать свою музыку, свое творчество в мир. Поэтому рэперов много, и много плохих рэперов, рэперов, ну, в том числе просто начинающих, которые только двигаются, да, по пути своему. И, конечно же, в определенный момент времени вы столкнетесь с негативом, с каким-то хейтом. Я сталкиваюсь с этим на протяжении 20 лет моей жизни. Я в этом смысле бронебойный. Хочу сказать лишь одно. Пропускайте это не через себя, а мимо. Вы знаете, когда вы медитируете, главное, секрет медитации, не отгоняйте от себя мысли, которые летят в вашу голову во время медитации. Просто наблюдайте за ними, как за облаками, плывущими по небу. Здесь такая же история, если вы видите негативные комменты о себе, если вас хейтят, да не только в рэпе, а в целом по жизни, я советую вам просто безучастно наблюдать за этим потоком информации и сильно его к сердечку своему не притягивать. Лучше притягивайте позитивные эмоции. Помимо хейтеров всегда есть люди, которые выразят вам респект за вашу смелость, за вашу искренность, это вообще за ваше желание творить. Главное, творите от чистого сердца. Советую не вестись никогда на хайп, тренды. Делайте то, что вас действительно волнует, тревожит, то, что вам нравится. В рэпе это главное на самом деле. Делайте свою волну, и в определенный момент эта волна накроется с головой. Это факт. Делаем дальше. Как делать музыку? Как я и сказал, я учился в школе Маскелиада. Вот есть у меня такая крутая книга. Это как раз-таки Антон Маскелиада выпустил ее совсем недавно. Она стала бестселлером в интернете. Твой первый трек. Очень пошаговое, крутое. Руководство к действию. На примере очень удобной, красивой программы Ableton. Она выглядит вот так. Это такой музыкальный редактор, в котором ты можешь создавать музыку. Ты можешь делать ее... Ты можешь ее записывать, ты можешь ее редактировать, сводить, мастерить. Ты можешь играть на лайвах с помощью этого редактора. Очень крутая книга. Во-первых, понятная, классно, доступно, написанная, с крутыми иллюстрациями. И крутой софт, с помощью которого вы можете делать свой рэп. Могу показать вам в целом, как выглядит моя студия. Так. Ну, смотрите. Это моя музыкальная студия. Ядро всей этой студии сердца. Это, конечно же, ноутбук, на котором и происходит взаимодействие с миром музыки в первую очередь. Также я себе недавно прикупил вот такой вот MIDI-контроллер от KORGO. Он классный тем, что может цепляться как по проводу, так и по Bluetooth. Идеальная история для путешествий, для перемещений. Такая мобильная установка, которая дает вам возможность творить музыку где угодно. Вы можете подключить ее по Bluetooth к iPad или к смартфону и писать вообще в любом месте, в любой точке планеты. Крутая вещь. Также вот я здесь прикупился недавно. Классные мониторы iLoud MTM Micromedia. Они очень крутые. Они идеально подходят для домашних студий. У них есть специальный микрофон, который помогает колонки эти настроить под любое пространство. То есть колонки мониторят ваше пространство, мониторят то, где вы пишете и слушаете музыку. И как бы подстраиваются под его архитектуру. Вот видите, у меня не студия, у меня гостиная обычная, где я все творю. Есть плотные шторы, которые закрывают эти стекла, которые дают плохой такой резонанс со звуком. И помогают мне более качественно записываться. Ну, по поводу качественной записи. Есть, конечно же, сердце. Еще одно, второе. Точнее, наверное, это мозг. Нет, это вот сердце. А этот ноутбук это мозг. Да, вот так будет логичнее. В общем, это микрофон Bluebird. В ценовом тоже среднем диапазоне. Очень приятно записывающий звук. Вот он вот так вот выглядит. Это поп-ап фильтр, помогающий отрезать вот эти звуки. Есть звукоизоляционная панель, которая еще больше помогает как бы убирать негативное влияние пространства. И больше улавливать мой голос. Это у меня вот такой вот реквизит клипа. Реквизит из клипа птички. Мой логотип лабора. Посмотрите клип, поймете, к чему это. Это звуковая карта Steinberg. Да, это тоже такой спиной мозг моей студии. Очень важная вещь, которая раскрывает звук максимально. Да, и проводит его через себя. А здесь у меня есть вокальный преамп. Он помогает моему микрофону еще больше раскрыться. DPX. Тоже среднецетовой сегмент. Такая базовая штука. Но очень-очень-очень полезная. Ну вот как-то так. Это моя студия. Давайте я продолжу. Окей. В общем, так выглядит моя студия. Вы ее увидели своими глазами. А теперь хотел бы показать вам следующий пункт моей заметки. Да, узнайте об истории рэпа. Невозможно делать жанр, который появился не вчера и не знать о том, как он появился и вообще откуда ноги растут. Я могу вам посоветовать несколько вещей. Во-первых, очень крутейший комикс. Есть такой классный андеграундный такой американский комикс-дизайнер Эд Пискард. И он сделал такую антологию рэпа. Родословная хип-хоп она называется. Это очень классный, интересный и, главное, смешной комикс, который буквально рассказывает о том, как был создан в Америке рэп, да, кто его основные герои. И здесь, как бы, Эд рисует и показывает историю появления не только самых первых персонажей, да, в мире рэпа, берущих свое начало еще 80-х, но и в том числе, там, Канни Веста, Ян Джизи, Изи, Уизи и вот этих всех ребят, современных рэперов. В общем, такая интересная штука. Советую вам в легкой доступной манере поймете, что такое хип-хоп, как он появился. Кроме того, есть вот такая еще книга, ну и такая прям, очень красивый, красивый артефакт, хип-хоп, рейс-ми, с картинками, с фотками, в общем, от тоже первых релизов рэпа до совсем недавних. То есть, классная вещь, ты можешь положить на полочку, конечно, просматривать периодически раз в год, а можешь полностью исследовать и понять, вообще, как, какие релизы в рэпе, в американской рэпе в первую очередь, именно там и появился, какие релизы можно считать культовыми. Если вы послушаете все эти релизы, вы очень много поймете о рэпе. Ну и, наверное, следующий пункт. Узнайте о том, как делать рэп. Вот эта книга, это просто пушка. Она вобрала в себя огромное количество интервью, более чем у 100 музыкантов, американских рэперов в первую очередь. Ее написал писатель, журналист и эксперт в области хип-хопа и рэпа Пол Эдвардс. И эта книга от лица этих музыкантов, среди которых есть и очень известные люди в хип-хопе, я имею в виду прямо на мировой арене, ребята из Black Hat Peace, например, или Mob Deep, или Onyx. Вот здесь очень круто и понятно объясняется вообще, как читать рэп, как делать рэп крутым. Здесь есть разные разделы, работа в студии, выступления вживую, рифмы, как работает флоу, ритм, коллаборации, биты и фристайл, процесс сочинения. То есть вы прочитаете эту книгу, на самом деле, и от первого лица вы поймете все о рэпе. Далее вам только нужно взять и начать этот рэп делать. Очень советую, это вот просто главная инструкция по применению в мире рэпа. Вот, двигаемся дальше. По поводу того, как делать музыку, в целом я уже сказал, да, забежал немного вперед. Вот эта книга, вы помните о ней. Также есть курсы музыкальные, в том числе и курс самого Антона. Очень вам советую. Очень важный момент, помимо того, как делать музыку, да, непосредственно, очень важный момент, это то, как ее продвигать, как коннектиться с близкими по духу людьми, как делать музыку еще лучше и лучше. Здесь поможет, наверное, вот такой ресурс. Это ресурс института музыкальных инициатив, ими, ими.ру. У них есть вот такой сайт, у них проходят лекции, у них проходят трансляции с участием известных ребят, там, например, Ливана Горозии или Вани Недры, людей, которых знает хип-поп индустрия, которые себя уже зарекомендовали в ней. Ими это некоммерческая организация, она как раз-таки, она помогает создавать инфраструктуру, доступную большинству участников сцены, она помогает профессиональному начинающему, участникам музыкальной индустрии, она двигает музыку и рэп, как сейчас самый известный и популярный жанр в музыке, она двигает эту музыку вперед. Советую прочитать, у ребят есть куча всяких классных материалов про то, как подписаться на лейбл, как работать своим менеджером, как я и сказал, двигать музыку. Ну, в общем, это история про то, что ты впитываешь этот контент ежедневно и регулярно, и каждый раз себя прокачиваешь и прокачиваешь. Очень крутая штука. Советую от чистого сердца. Вот. Следующий пункт. Подходим к концу. Пишем рэп. Самое главное, помимо теории и интересных разговоров, не бояться подойти к микрофону и что-то зачитать. Вот. Могу вам показать на примере своем. Есть вот этот трек, один из треков релиза «Земля приема», о котором я вам говорил, который будет в начале марта. Этот трек с пикси-лордом. Я могу вам что-то прям зачитать в режиме реального времени. Вы посмотрите, как это происходит. Вот есть бит. Вот тут у меня уже записан трек, но я вам зачитаю сейчас куплет какой-нибудь. Прямо на ходу. Мы не хомо-сапиенс, мы хомо-супер. Всему миру и другу гускаем зубы. Мы берем все лучшее от жизни, но теряем рассудок. Так хотим свободы, но не 15 суток. Поиск, как баланс, но раскачанный, как маякник. Спрятался мечтая, но и требую внимания. Противоречивый, феноменально алия. Постигает жизнь через страдания. Файя. Индусы называют это иллюзией майя. Она в себя... Йоу. Вот, например. Даже не дочитал, да? В качестве примера показываю. Мы не хомо-сапиенс, мы хомо-супер. Всему миру и другу гускаем зубы. Мы берем все лучшее от жизни, но теряем рассудок. Так хотим свободы, но не питался супер. Поиск, как баланс, но раскачанный, как маякник. Спрятался мечтая, но и требую внимания. Противоречивый, феноменально алия. Постигает жизнь через страдания. Файя. Индусы называют это иллюзией майя. Она в себя... Йоу. Ну, поняли, да? Вот. Этот, думаю, неудачный. Я его не дочитал до конца. Можно, конечно, записывать буквально там по одному предложению собирать лучшие свои куплеты. Я люблю делать, как бы записывать весь куплет или весь припев полностью, чтобы сохранять вот этот вот запал, энергию. И всегда еще челлендить, смогу ли я его зачитать. Сейчас я вот не смог его зачитать, потому что у меня нет перед глазами текста, и текст новый, и я его еще не выучу, по сути. То есть этот дубль как бы не подходит. Вы можете взять, отрезать... Индусы называют это иллюзией майя. Она в себя... Отрезать вот этот кусок, да? Айя. Растигает жизнь через гадание. Файя. Вот. И продолжить его... Продолжить текст. Вот как звучит. Индусы называют это иллюзией майя. Индусы называют... Вот так вот звучит. Индусы называют это иллюзией майя. Она раскрывает истинную реальность. Я не иду, но согласиться с ними вынужден. Человек в жизни след. Он этим выражен. Да, мир неоднозначен, уложен. Но есть такие вещи, что отрицать сложно. Например, то, что... О, Боже! Мы унижаем землю, и она нас может уничтожить. Ну, поняли, да? В общем, есть записанный какой-то кусок текста. Вы можете взять... У меня уже есть настройки. Вы можете взять эквалайзер, можете взять компрессор, чтобы обработать вот этот голос, да? Сделать его жирнее, интереснее. Вот как звучит. Голос без эффектов. Понимаете, да? А теперь вот так он будет звучать. Вот без эффектов. Зубы, мы берем все лучшее. Жизнь, но теряем. Мы все эффектами живнее. Мы хотим свободы. Громче. Можно добавить ревер, да? Такой эффект ревербации такой комнаты, да? Воздуха в комнате. Это будет звучать вот так. Звучать вот так. Можно отрегулировать, соответственно, этот ревер, да? Можно добавить дилей. Такое повторение того, что вы говорите. Мы не хамасабин, мы хамасабин, мы хамасабин, мы хамасабин. Всему миру и другу искалим зубы. Мы берем все лучшее, ожидаем, ожидаем рассумы. Да, и с этим вот так играться, играться и накидывать какие-то дополнительные эффекты декоративные, если вам нужно, да? И в итоге делать красоту. Я поклонник минимализма. Я люблю, когда все как бы в меру. При этом люблю, когда музыка и трек, и мой голос прям погружают в такую атмосферу. Она может быть такой психодемичной. Она может быть такой парящей, летающей. Поэтому отлично помогают эффекты рейдера и дэлея. В общем, это такой отдельный мир. Мне очень нравится сводить музыку самому. Я могу ее давать на сторону кому-то, да, звукорежиссеру, которому точно больше опыта, чем у меня. Но мне нравится постигать тоже это ремесло. И во время этого процесса занятия, медитировать и вообще получать удовольствие от той музыки, которую я делаю. Ну и во многом как бы создавать собственный, да, такой артефакт. Искусство от начала до конца. В общем, наверное, как-то так. Я показал вам все, что знаю, в такой супер жатой форме. Надеюсь, вам было интересно. Этот текст не был отрепетирован, не писался, не знаю, по каждому предложению. Мне очень хотелось просто вам рассказать своими словами максимально живо и интересно то, что я знаю, и во многом сподвигнуть вас на это творчество. Рэп – невероятный жанр. Каждый может делать свой собственный рэп и не повторяться при этом, да. Вот, несмотря на огромную конкуренцию. Самое главное – верьте в себя. Заручайтесь поддержкой людей, которые вас верят. Не пропускайте негативные эмоции через себя. Не ждите от этого ничего, на самом деле, да. Не ждите сразу каких-то невероятных продаж, признаний. Не думайте об этом. Делайте это в свое удовольствие. Получайте самое главное – кайф от процесса, а не от результата. Да, вы будете выпускать первые треки, вы будете снимать там первые видосы. Вы будете кайфовать от того, когда это будет все уже сформировано, да, в какой-то контент. Но, в первую очередь, кайфуйте. Здесь сейчас кайфуйте от того, что вы читаете книжку, там, о рэпе. Кайфуйте от того, что вы скачали программу и начинаете впервые, там, в ней что-то понимать. Кайфуйте от слов, которые вы пишете. В общем, получайте этому удовольствие и несите миру что-то все же светлое, хорошее. Очень много рэперов, которые говорят о всякой чепухе, тачках, деньгах, себе любимых. Все мы их знаем. Этого достаточно. Я вам советую подойти к снаряду по-другому и сделать тот рэп, который никто, наверное, не делал. И самое главное – дать этому миру еще больше позитивных вибраций. Вы можете подписаться на мой инстаграм. Он звучит, как моя фамилия, Тихли Киди. Написать мне в директ. Мы можем с вами что-то обсудить. Я могу вам поделиться какими-то лайфхаками и ответить на ваши вопросы, если они есть. Ну и в целом следите за моим творчеством, если заинтересовало. Здесь у меня выкладываются все мои проекты. Креативно-продюсерские, музыкальные. У нас есть еще лейбл HHD Community, как вы помните. У меня есть свой инстаграм, где тоже релизятся мои артисты. Мои вообще единомышленники. Просто друзья, которые мне очень нравятся. И за творчеством которых я с интересом наблюдаю и помогаю делать это творчество. Вот они все. Это мои три проекта. Как вы помните, есть еще невероятно классный рэпер и битмейкер из Ростова, недавно Леша Скелла. Есть мой земляк из города Балакова. Илюха Оптикс, делающий очень крутой хип-хоп в своем стиле, очень драйвовый и гипнотизирующий. Есть Дима Беляев, он же Димитар Беляевец или Дима Диди. Аутентичный московский рэпер с очень крутыми текстами, флоу, битами. Кайф на самом деле. Искренне советую вам последить за нами, посмотреть, что мы выпускаем. Если вдруг вы захотите выпуститься на нашем лейбле, вы можете присылать свой материал, опять же, например, в личку мне в Инстаграм, или можно делать это через предложку HHD ВКонтакте. Присылайте, если мне это понравится, чистого сердца, и это будет как бы релевантный резонанс на мне и моему видению музыки. С удовольствием вместе поработаем. А если нет, вы всегда знаете, что вы можете сейчас выпускать музыку и сами с помощью большого числа онлайн-дистрибьюторских стримингов. Я могу вам ответить в личке и посоветовать эти стриминги. Это очень легко на самом деле. Вы можете это все делать сами в это время, в 21 веке, в 2021 году. И никакой лейбл вам на самом деле и не нужен по большому счету. Главное, чтобы было желание делать что-то. На этом, наверное, все. Надеюсь, вам было интересно. Меня зовут Илья Лабора Техликиде. Классного дня! Получайте удовольствие от Крем-феста. Пока! Ну что, записал. Теперь надо все смонтировать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!